Верховный пехотинец Рамзан Кадыров намеренно по указке из Кремля или не осознавая последствий своих действий, раскачивает ситуацию на Северном Кавказе, делая заявление а-ля Путин в отношении народов региона. Глава Чечни сделал провокационное заявление и перешел к прямым угрозам в адрес жителей Ингушетии, которые выступают против передачи приграниченных с Чечнёй ингушских земель. Кадыров фактически оскорбил население региона, заявив, что не считает их людьми и мужчинами, и пообещал забрать оставшиеся земли, предоставив ультимативный срок в три дня, чтобы ингуши решили этот вопрос в пользу Чечни. Учитывая наличие персональной армии, которую он уже раньше отправлял на границу с Ингушетией без российских обознавательных знаков, к угрозам надо относиться серьезно. Складывается впечатление, что Кадыров берет на себя роль регионального вождя в двух ипостасях. С одной стороны, он верный пехотинец Плеши, фактический наместник Кремля в Чечне, хотя рулить в остальном регионе прав не имеет, и считается вассалом, которому отдали Чечню. С другой стороны, провокации Кадырова наталкивают на мысль, что Рамзан прекрасно видит слабость федеральной власти в регионе и все больше чувствует себя самостоятельным игроком, падишахом местного разлива. Впрочем, реальность показала, что Кадыров пока не самостоятельный игрок. Дело в том, что спустя некоторое время после угрозы наказать ингушей за неповиновение, Кадыров внезапно включил заднюю и извинился за свою борзость. Он лично распорядился удалить из сети все упоминания об оскорблении. Очень похоже на то, что его приструнили кремлевские кураторы, у которых пока еще есть рычаги влияния на Манкурта. По некоторой информации, Кремль давно тревожит избыточная независимость Кадырова и ему напомнили, что альтернативы Кремлю в качестве спонсора-покровителя и тыла у него пока нет. После этого Кадыров, чтобы хотя бы сохранить лицо, заявил, что сроки ультиматума истекли и никто из ингушетии не явился с претензиями, а значит соседи его любят и уважают. Пехотинец извинился и даже предложил провести обряд жертвоприношения для примирения с соседями. На самом деле его послали подальше раньше истечения срока ультиматума. Лидер ингушской общественной организации Мехкхел Сараджин Султыгов изложил три претензии к Кадырову. Территориальный спор и отжатые земли, условия жизни ингушских беженцев в Чечне, а также оскорбительная риторика чеченских чиновников. Он заявил, что Кадырова в Ингушетии не за что любить. А насчет его оскорблений Султыгов отметил, что так пехотинец может разговаривать в Чечне, где ему слова никто не скажет. А ингуши на оскорблении отвечают оскорблением, а на удар – ударом. Таким образом, на Северном Кавказе вырисовывается следующая картина. Единства народов и республик Кавказа нет. Кадыров, вероятно, с подачи Кремля, постоянно провоцирует конфликты, при этом он не самостоятелен и этой браваде есть предел. Получается, что он не просто послушный наместник, но еще и отличный инструмент против консолидации региона. Кадыров постоянно ссорится с соседями, не оставляя шанса для объединения против митрополии, но вовремя приносит извинения, чтобы эмоции не вошли в острую фазу конфликта. КОНЕЦ